Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок И Бог открыл мне, что я могу наставить с друзьями, у которых магазин все был, я поехал. У меня был мир во сердце, и я приехал туда, и это было Божье действие. И живя с ним там, то есть долгое время, да, я вижу, что он Божий человек, но вижу, что вот этот человек Божий. И я понимаю, что и у нас, знаете, как гром и молния, постоянно терки, я ему одно, а он не другое, короче. Мы вроде бы об одном говорим, но друг друга не понимали. Я ему одно, а другое. И он вроде прав, я понимаю, я в то же время понимаю, но я тоже прав. Я Слово Божье читаю и понимаю, но так не может быть. Я думаю, почему это? Он говорит, может, у нас богословия разные. И я говорю, ну я не знаю. И у нас были конфликты, там не буду рассказывать, из чего, но в конце концов, спустя там полтора года мы уехали оттуда с женой. Вот. У меня было внутри такое, знаете, переживание, то что я думаю, может быть, я, короче, на эмоциях, там, может быть, это не показалось, может быть, я там себе придумал что-то. Может, я придумал, что вот мне Бог открыл, что Галюша моя жена, что мне нужно поехать в Сочи, может быть. И я назад оборачиваюсь, я понимаю, что это я не придумал сам. Я не то, что не придумал, я понимал, что как у меня были, да, мне возникали сомнения, но Бог мне показывал, смотри. И он мне показывал, вот, вот, вот мое действие, вот, вот. И в полном появляется картина, я понимал, что это Божье действие. Но я не понял, для чего тогда я туда поехал. И он приехал, короче, и, в принципе, как бы и с ребятами не работаю, и я понимаю, как они меня приглашали, давай вернись, мол, там был магазин, туда-сюда. Я, я молюсь, я понимаю, ну, не ведет меня Бог туда. Я сердцем чувствую, что, ну, не должен этого делать. И у меня было непонимание долгое время. Утомление сердца, оно у меня оставалось. Бог продолжал действовать, и я кому-то свидетельствовал там, и видел его действие все равно, ну, как в жизни своей, вот. И, но в то же время у меня было внутри, вроде как без мира уехал там, ну, с Геной. И мы с ним год не общались вообще. Вот. И потом начинается центр обновления, да, я начинаю смотреть, я услышал песни, я как-то песни услышал, и все, у меня прям захватило. Ну, можно сказать, это были какие-то эмоции там, да, мне этого не хватало сильно. Ну, я захотел туда поехать, я там, кто в Уфе, ребятам говорю, может, давай съездим там, ну, в Самару там какую-нибудь, чтобы побывать на собрании. Вот. И как-то не получалось. Вот. И в конце концов я поехал на конференцию. с Уфы, с пастором. И я Роме, я давно звоню, а я до этого всем хотел встретиться, он там не получился. Я позвонил ему заранее, я говорю, Ром, давай встретимся. Он говорит, ну, там субботу же, говорит, будет собрание, с нами. Я говорю, во сколько? 4 часа. Я смотрю, у меня билет, 4 часа у меня вылет, короче, я понимаю, что я не попадаю, но я очень хочу. Я Галюше говорю, ну, давай возьмем билет, еще один. А то билет не сдается. Я говорю, давай еще один билет возьмем. А до этого была такая ситуация, я смотрел проповеду, ты проповедовал, Максим. Я сначала посмотрел другие, потом последнюю, которая первая была, я ее посмотрел, мы потом с ребятами обсуждали в кафе, вот. И там ты говорил то, что все в невидимое пожмешь видимо. И я маленько не понял, я критиковал, честно. Вот я приехал, я говорю, с чего вдруг вообще я? Ну, он вроде как, ну, ты рассказываешь, ну, как у тебя не получалось у людей, ты заплатил деньги, как лишние деньги у тебя в нервное сердце, чтобы Бог воздаст тебе в духовном. Нет, я так не думал тогда. Не так? Нет. Ну, я понял, ну, я просто когда слушаю проповедь, я думаю, причем если вообще, ну, я понимаю, там, ты сам, там, зная то, что у тебя есть ты волк, там, сеешь как-то невидимое, пожинаешь видимое, ну, а тут вроде как бы это не происходит, ну, закритиковал его чуть-чуть, я говорю, как не понимаю вообще. Вот, ну, у меня ребята там, ну, может, ты не так видишь, там, и так далее. Даже у нас маленький спор произошел. И все, и мы покупаем второй билет туда, на эту. Я думаю, ну, и останусь у него охота. Покупаем билет на 23-е, а, нет, на 22-е. Мы искали на 22-е, ну, на вечер, чтобы улететь. И покупаем на 22-е, на 0.45. То есть, получается, мой самолет улетает не в субботу, а в пятницу ночью. И я приезжаю уже на конференцию, тоже билет не сдаётся. Я приезжаю на конференцию и мне говорю, что звонит и говорит, ну, а ты в курсе, что мы на билет тебе взяли. То есть, ну, ты не сможешь. Я понимаю, вроде, не получается. Либо этот билет мне не сдаётся, я хочу остаться. В то же время, думаю, что делать, короче. Улететь на первом, даже никого не повидать. Звоню Роме, он не берёт руку. Просто не берёт и всё равно. Я звонил уже этому, Светику. И Светику говорит, ну, вот, ребята едут. Я говорю, а может быть, я с ними, там, как-нибудь доберусь до Самары, а с Самары уже на поезде. Он говорит, да без проблем. Ну, всё, и созвонились, короче, и всё легло. И мне приходит эта, моя критика, которая, когда я критиковал его, что, я увидел, ну, как в этом. И потом, на этой конференции, да, потом, когда я говорю жене то, что, ну, то, что я переживаю в моём сердце, потому что я загорелся. Я загорелся, потому что моё сердце томилось очень долгое время. И я жене показываю проповедь. Она говорит, да ты говоришь, как они. Я говорю, подожди. Когда я ещё был на конференции, когда мы ещё даже не встретились, с ними, я, там была такая группа, мы собирались, была группа, и там говорили, ну, какое духовное состояние, насколько оно, кто оценивает там, там, как бензин показывает, знаете, шкала, вот, насколько у вас там половина, полбака, там, полный бак, нуле, как ваше духовное состояние, как пооценивать, там, как ваше семейное отношение и так далее. Там было много. И я говорю, у меня, вот, всё, короче, у меня первое на нуле и всё остальное на нуле. Вот. И мы разговариваем так в группе, там делимся, открываем сердца. И я начинаю первым говорить, я говорю, вы знаете, я хочу служить Богу. Я хочу, чтобы Бог, ну, как действовал, но я хочу не от себя это делать. Потому что, когда ты делаешь это от себя, это просто ничего не происходит. Ты делаешь, прикладываешь усилия, что-то делаешь, но ничего не происходит. Это как в пустоту уходит. Но когда Бог идёт впереди тебя, то тогда ты чувствуешь, ну, ты просто примыкаешь к этому действию и всё. Тебе больше ничего не нужно сделать. Я говорю, я хочу так. И у меня там женщина, она там психолог, она пастор, она с вами начала говорить, ну, давай, какие у тебя есть дары там, может быть, давай поговорим, как ты можешь служить. Я говорю, ну, что, я умею петь, говорю, я пою. Я говорю, у меня, я как чувствую, есть дары, ну, как евангелисты, я могу говорить людям о Христе незнакомому. То есть, Бог как раз располагает, я начинаю разговаривать с человеком, я начинаю свидетельствовать, и начинаем с ним, у меня завязывается разговор, и мы с ним поговорим о Христе. И он говорит, ну, давай развивай как бы идею в этом положении. Я говорю, ну, я понимаю, что вы говорите, но я не хочу своими силами. Я не хочу, что я вот такой руслан, там, песенки пою красиво. Вот, или там, еще что-то. Я хочу, чтобы увидеть Бога. И когда Бог пойдет впереди, вот, когда пойти. И когда я приезжаю на эту конференцию, вот, на конференцию, на совместсобрание, вот, и когда все это началось там, и то, что они делились, ну, делился Максим, делился Алексей, Женя, я понимал, что это мне настолько близко, ну, то есть, к моему сердцу, то, что я переживаю на самом деле. И тогда еще Максим начал шутить, говорить ему, вот, там, я надоел всем, сейчас поедем, там, я это, Руслана вперед посадим, и я буду ему все рассказывать. А я сижу и думаю, что мы сейчас поедем, и я на самом деле буду рассказывать, потому что в сердце моем, ну, скопилось очень много этих переживаний, это утомление, которое уже давно происходит. И я увидел такой еще момент один. После этого, после этого момента, когда мое сердце загорелось, начали происходить вещи такие, вот, ну, Гена сам позвонил, просто позвонил, и все в мире. И я ему, ну, рассказал то, что есть в моем сердце. И многие вещи начали происходить. И я увидел такой момент один. Мы, я футбол, ну, люблю играть. И здесь в Бирске всегда играл футбол. И, ну, я привык так играть, чтобы прям отдать, короче, чтобы перейти и упасть на постель. Ну, чтобы хорошо побегать. И все. И я не могу Уфе найти нигде, где играть в футбол. И вот в субботу прошлую я там нашел спортзал, мы там встали с Максом поиграли. И я поехал, ну, узнал, что там футбол играет. Подождался там, кто играет. Я говорю, можно с вами, ну, давай. И все, я с ним даю футбол играть. И вроде как от начала нормально начали играть. У нас было на одного человека больше, их меньше. И там уже барин. Барин, даже мужик на ногу похож такой. У него в ноге железка какая-то. И он играет медленно. То есть он так вот пасок, там, сюда пасок такой. И все. И вся игра была. Он встал в середине, короче, и распасовываем. Мы стоим, короче, вот так. Может 15 минут так вот. Давайте катаем, катаем. Я думаю, что катаем? И они забирают у нас мяч, забивают гол, короче. Я думаю, мама дорогая. Нас больше, и игра не идет. Я понимаю, что это человек. Я не могу этому человеку сказать. Я пришел к нему в гости. Я не могу сказать, что там, ты вообще, короче. И он еще воет на всех. Там, ты неправильно делаешь, ты неправильно. Я думаю, слушай, ты вот встай на ворота, короче. И нормально играть. Я. Я ничего им не сказал. Я понимаю, что не могу сказать, это как прийти в чужой монастырь со своим всталом. И я увидел, что иногда бывает, что, да. Как написано, первая церковь была, что было. Были одни мысли. Они были единотушны. Вместе пребывали. Ничего они не делали. Так сверхъестественно. Да. Они там не шли служить, бежали куда-то. Да. Они собирались. В любви написано. В любви собирались. И Бог прилагал спасаемую церковь. То есть это он делает. Это не работа людей. Хватать людей. Тащить куда-то. Да. Ну, хотя, ну, человеку тоже нужно что-то делать. Но основную работу делает Бог. И я вижу, когда команда, она разномысленная. То есть она не понимает, да. Или есть человек, который просто вот так ее направляет, как он направляет. И все. Я понимаю, что я не могу спорить. Я не могу спорить с пастором. Да. Я с Геной поехал. Вроде думал, там все хорошо пойдет. Но наоборот. Я не спорил. Мы с Костей, когда был, да, здесь шесть лет. Или сколько. Да. С Остасом сейчас там. Ну, я не спорил. Я думаю, я с Геной наоборот. У меня там все вперед пойдет. А у меня наоборот. Все пошло. И я увидел, что на самом деле, что те, кто были вратами. И то, что там те, кто были вратами. Я понимаю, что у нас есть тот начаток, который от Бога. И он есть в каждом из нас. Может быть, кто-то про него забыл. Может быть... Я не знаю, как у вас на сердце. Есть ли у вас там мнение того, чтобы... На самом деле, жизнь она не заключается в том, что просто работать. Просто жить. Просто детей рожать. И просто тупо умереть. И все. Там, я не знаю, имя какое-то для себя зависит. Для чего жить? И я... И тот, кто соприкоснулся с Богом, он понимает, для чего человек живет. Человек живет для Бога. И для славы Его. И чтобы люди спасались. Это цель церкви. Это цель христианина. И я понимаю, что я сам не могу. И когда тогда это собрание было, да, там... И у меня есть... Я понял, что это моя команда. Это... Я понимаю, что не нужно объяснять, что... Мы как вот играем в хоккей, да? Вот мы играем в хоккей. Мы... Ты Серега в хокках, а мы на валенках бегаем. Каждую силу. Вот. Но у нас есть такое противостояние. Мы прямо там бьемся. Не нажили о нас. Нет. Просто мы играем. И то есть это по-настоящему так. И я понимаю, что... Ну, как... Я вижу в этом единство. И когда мы начали, да, мы с Женей начали разговаривать. Я, ну, поделился с ребятами. Я говорю, ну, может быть, как-то давайте начнем собираться. Вот. И... Женя, ну, согласился. Сергей согласился. И как бы... Ребята в Бирске мы приехали в силу и так... Согласны. Но в то же время я понимаю, да... Я жене своей говорю. У них, как бы, вроде в Самаре там попроще. Там два человека, которые... Ну, хорошего уровня. Которые давно были в РЭТах. И они приехали, как бы... Они, вроде, только оттуда. И они... То есть свеженькие. И, как бы, ну... Я не знаю, как... Ну, объяснить. Десять лет, когда проходит, ты живешь, да. Я не знаю. Ну, мое ощущение, то есть... Для меня это как... Ценно. Очень ценно. Я не говорю, что РЭТа РЭТа. Но для меня это ценно. И... Я говорю, ну, а как мы будем собираться, в принципе? Ну, я петь буду, да. Ну, а кто делиться? И, вроде бы, ничего не идет. И мы только начинаем думать. И мы потом с Женей поговорили. Женя говорит, давай будем собираться просто. Вот как пойдет, так пойдет. Не будем там никого тянуть. Просто соберемся и все. И мы только собрались собираться. И спам, знаешь, он всем, наверное, разослал. Там, привет, как дела? Вы видели? Вот. Всем разослал. Привет, как дела? И это, на самом деле, свидетельство было. Потому что, когда этот спам разошелся, я сидел у своего арендодателя. И я ему начал свидетельствовать, этому человеку. И интересно так получилось, когда мы брали помещение, мы взяли помещение, да, его там, парикмахер, парикмахерскую. Мы раскладывали там столы туда-сюда с женой. И он пришел, он начал пробивать тихонько, как бы. Ну, кто мы такие вообще? Есть у нас средства? Нет у нас средства там. Ну, и спрашивают, а кто вы, откуда вы там? И, а до этого я утром просыпаюсь, у меня сердце стих. Кто постыдится сына человеческого? Вроде все он прелюбозен, оттого и я постыжусь, когда приду во славе своей с ангелами. И у меня стих этот на сердце прямо целый день. И он мне говорит, и у меня борьба внутри. Вроде как бы повести себя как. Ну, есть там средства у нас туда-сюда, работаю. Ну, как бы общие слова какие-то сказать. И я понимаю в сердце, что я должен его свидетельствовать. Я в то же время понимаю, что он сейчас подумает, что я, короче, сумасшедший, и вообще не помещение, ничего. А нам помещение так понравилось очень сильно. По крайней мере мне. И все, я начинаю ему свидетельствовать. Просто не морочу, начинаю свидетельствовать. И Галюша подключается. И вы знаете, вот когда есть такое, что когда не ты говоришь, а Бог говорит. И он просто сидит и начинает открывать сердце нам. Как он, чего, как он там. И мы два часа просто оставили все, и мы два часа с ним о Христе. Следующий день мы опять собираем это, он опять приходит. И опять, короче, то же самое. Он говорит, слушайте, я, наверное, больше не буду пока приходить, потому что, говорит, ну, вы так не откроетесь никогда. И все. И после этого наши отношения завязались так, что я приезжаю ему аренду привозить, да, мы садимся с ним чай пить, и я начинаю ему говорить о Христе. И мы с ним разговариваем. И в тот момент, когда этот спам разослался всем, мы с ним сидим, и он мне говорит, представляете, что, ну, а зачем еще друзья нужны? Ну, а как бы один живет, его не раз обманывали, вот, и на крупные деньги. И он говорит, ну, зачем они? Ну, они только мешают. Я говорю, ну, ты не знаю, говорит. И этот спам приходит, начинает мне все звонить прям подряд. Звонит первый Женя, Вилл, Виталик, с Москвы, с Красноярска, прям звонят один с другим. Чего с тобой? А он там пишет, что я в больнице, короче, лежу. Это больше мне деньги. И мне звонят, звонят, звонят. И он-то все наблюдает. И он в шоке был вообще. И он понимает, что, знаете, большинство же бывает, что друзей много, как бы ВКонтакте. И они, как бы, такие все, ну, в кавычках, друзья. И он это увидел. И через этих друзей Женя, да, Женя мне написал то, что там все хорошо. Он начал мне какую-то информацию говорить. Потом Максим мне пишет, что мы собираемся к вам приехать. Вот. И я ему звоню, и он ему говорит, ну, давай мы вот в субботу просто приемли, и все. И я увидел, что, ну, это тоже рука Божья. Мы ничего не планировали, мы не думали, что мы там вот так вот соберемся. Мы хотели просто сами собраться в субботу. А получилось так, что Бог собрал всех и привел вас, вот. Ну, в принципе, то, что я переживаю, как бы, я понимаю, я, будучи на том собрании, да, я понимаю, что такое эмоции. Иногда бывает, что на эмоциях ты начинаешь двигаться, да, на конференции, например. Обычно же это время конференция, когда у тебя, ты слышишь слово много и думаешь, все, я только вперед. Я так вперед, что... И проходит день-два, и все эмоции эти проходят, и ты, как бы, начинаешь жить той жизнью, которую ты живешь. Вот. И все. И я понимал, когда там начали вызывать, ну, давайте, может быть, за кого-то помолимся. И я сижу и думаю, я никуда не пойду выходить, не потому что там мне что-то не нравится. И я думаю, я подумал в сердце своем так, что если Господь поведет меня, то есть я готов пойти. Если Бог войдет впереди, я готов, я думаю, каждый будет готов. Если увидеть Божьи чудеса и видеть руку Божью впереди нас, ну, это чудно. И тогда не идти практически, то есть тебе и сил не надо прикладывать, ты просто видишь и прославляешь его. Вот. И то, что в моем сердце вот есть, и так. Субтитры сделал DimaTorzok